Библейский портал экзегет.ру представляет и всего, что с ним связано. Вот 30-я глава продолжает это описание. «Сделай из акации жертвенник для воскурения благовоний». Сегодня у нас многие люди любят всякие индийские ароматные палочки жечь. Приятно пахнет, некоторые даже говорят, что для здоровья полезно. Но тогда было то же самое. Благовоние, то есть какие-то приятно пахнущие вещества, которые в доме царя или какого-нибудь богатого знатного человека курились. Ив с Киней то же самое, конечно. Пусть он будет квадратным. Локоть в длину и локоть в ширину, а высота его пусть будет два локтя. То есть довольно небольшой. Локоть вот полметра, чуть меньше. Его роги должны быть составлять с ним единое целое. Роги — это то, что на углах жертвенника выдается вверх, чтобы можно было что-то поставить. Покрой его чистым золотом его вверх, стороны роги обведи его золотой каймой. Сделай два золотых кольца и прикрепи их под каймой, по бокам, чтобы вставлять в них шесты для ношения жертвенника. Сделай шесты из акации и покрой их золотом. То есть все переносное, они странствуют по пустыне. Они все эти священные предметы носят с собой. Поставь этот жертвенник перед завесой, за которой я буду находиться, за которой находится ковчег завета, перед навершием, над которым я буду пребывать во время встречи с тобой. То есть вот это самое близкое, что только есть к ковчегу завета. Это ковчег завета, это символическое место пребывания Бога, его трон. И вот самое близкое, жертвенник воскурений. Да, там во дворе этот жертвенник для жертв мясных, а вот тут вот только воскурение, потому что внутри, конечно, мяса никто не жарил. А благовоние можно было, да, курить. Пусть Арон воскуряет на этом жертвеннике благовоние. Каждое утро, когда приходят поправлять лампады, и каждый вечер, когда приходят зажечь их. То есть огонь там горит в темное время суток, ну и, соответственно, нужно их зажигать вечером и обслуживать утром, да, там менять, дополнять масло, фитили, нагар с них убирать и все прочее. Это воскурение благовоний пред Господом должно совершаться регулярно, из рода в род. Не совершайте на этом жертвеннике ни иных воскурений, ни всесожжений, ни хлебного приношения, ни возлияния. Вот это вот такой чистый, ароматический, да. Пусть раз в год Арон совершает над рогами жертвенника искупительный обряд. Раз в год из рода в род надо совершать искупление жертвенника кровью очистительной жертвы, принесенной для его искупления. Это святыня, святынь у Господа. Ну, действительно, это самый священный жертвенник по степени близости. И поэтому надо это возобновлять. То, о чем потом в послании евреев будет сказано очень подробно, все эти ветхозаветные жертвоприношения, они постоянны, да, они возобновляются. Это не то, что вот раз сделал и сработало. Нет, это бесконечная история. Господь сказал Моисею, когда будешь делать перепись сынов Израилевых, пусть каждый при пересчете даст Господу выкуп за себя, чтобы не постигло их бедствия из-за переписи. А это здесь при чем? А очень логично. Что такое перепись? Ну, вот в нашем мире мы проводим периодически перепись населения. Это правильно, нужно знать государству, сколько у него граждан, какие это граждане и все такое прочее. А государство-то, оно обладает суверенитетом. Кто обладает суверенитетом над народом Израиля? Только Господь. Поэтому перепись — это в каком-то смысле покушение на суверенитет. Если я вам скажу, дайте я посчитаю, сколько у вас денег в кошельке, вы, наверное, напряжетесь, скажете, что это ты забрать хочешь наши деньги, да? Тебе какое дело? И Богу мы говорим, а дай-ка мы посчитаем, сколько людей в твоем народе. То же самое. Поэтому выкуп — это, если хотите, такое признание своей подчиненности. То есть я знаю, что я не имею права, но я прошу меня простить, и вот как знак этого признания я даю небольшую сумму серебра. А заодно, собственно, перепись получается упрощается, потому что можно взвесить потом это серебро. Пусть каждый при пересчете внесет пол шекеля в шекелях святилища, в шекелях 20 гер, эти пол шекеля по жертвованию Господу. Значит, стандартные шекели — это примерно 10 граммов, обычно чуть больше. И иногда говорят, что шекели святилища — это такие двойные шекели, да? Мне это кажется странным, как будто там рубль в церкви строит 2 рубля в магазине, да? Нет, конечно. Но, может быть, шекель святилища — это некий образец, да? Поскольку тогда не было единой монетной системы, то, в общем, шекель более-менее на глаз определялся эти 10 граммов. А вот там есть эталон, можно с ним сравнить. Каждый, а 20 лет и старше, то есть только взрослые, должен при пересчете принести такое пожертвование Господу. Когда вы приносите Господу это пожертвование, как выкуп за себя, пусть богатый не дает больше, а бедный меньше, чем пол шекеля. Вот заодно и способ посчитать. Бери у сынов Израилевых этот выкуп и употребляй его для работ при шатре встречи. Это напоминание о сынах Израилевых пред Господом. Это выкуп за вас. То есть вот налог, да? Вот регулярный налог священный, который они должны платить. И поэтому это здесь, да? С одной стороны, это как средство обеспечить всю эту работу, потому что это все денег стоит, да? Ну, денег тогда не было, как денег, монет, тем более банкнот. Но надо же покупать вот это все, платить мастерам как-то. На что-то надо жить священникам, которые там этим всем занимаются. Да? Вот это источник финансирования. Господь сказал Моисею, сделай медный чан для омовения и медную поставку под него. А это уже очистительные обряды, которые необходимы, потому что человек грешен, нечист, и приступая к Богу, он должен символически очиститься, что подразумевает, конечно, некоторое духовное очищение. Поставь его между шатром встречи и жертвенником и наполни водой. Шатер встречи здесь явно это скинье, жертвенник это то, где сжигаются жертвы, и вот между, да, между жертвой и местом обитания Бога. Пусть Торон и его сыновья омывают в нем руки и ноги. Прежде чем войти в шатер встречи, они должны омываться, иначе они умрут. Обратите внимание, что сегодня мусульмане соблюдают это правило, перед молитвой они омывают руки и ноги. Как признание того, что человек, в принципе, нечист. И перед тем, как приблизиться к жертвеннику, чтобы совершить на нем свое богослужение, сжигая жертву Господу, они должны омывать руки и ноги, иначе они умрут. Это предписание навеки для Аарона и его потомков, которые они должны соблюдать из рода в род. Тоже все понятно. Казалось бы, зачем такие мелкие детали? То, что они должны руки помыть. Ну, вот у нас периоды эпидемии, надо мыть руки, нам все напоминают, хотя с детства мы об этом, конечно же, знаем. Потому что вот мы помним, нас может заразить какой-нибудь опасный коварный вирус. Мы помним в данном случае в Ветхом Завете, что человек греховен, он нечист. Он не может распахнуть ногой дверь к Богу и сказать, алло, привет. Он должен соблюдать определенные правила, он все равно недостоин, но хотя бы эти правила ему напоминают о его недостоинстве, разнице масштаба. Господь сказал Моисею, возьми лучшие благовония, 500 шекелей текучей мирры, ну, такое ароматическое вещество из смолы аравийской делается. Благовонные корицы вдвое меньше, 250 шекелей, душистого тростника 250 шекелей, коси 500 шекелей. Вот разные благовонные вещества. Это тоже в основном из Южной Аравии или еще даже южнее. и довольно дорогие вещи. Все в шекелях святилища, а также один гин оливкового масла. И сделай искусственно приготовленный состав, священное масло для помазания. То есть в масло всыпаются растертые или вливаются, если это смола, эти ароматические вещества, оно получается вот таким густым и очень ароматным. Это священное масло. Помашем, шатер встречи, ковчег завета, стол со всеми сосудами, светильник с его принадлежностями, жертвенник для воскурения, жертвенник для всесожжения, его утвер и чан с подставкой. Осветив все это, оно станет святыней святыней. Вот у нас есть освящение через жертвоприношение, а есть через помазание. Почему, кстати, и сегодня в церкви, например, есть эти помазания, и леопомазание, соборование, миропомазание. Все, что коснется этих предметов, станет святыней. Интересно, что святыня, она обладает свойством освящать те, кто к ним приближается и прикасается. Помажь Аарона с сыновьями, освети их, чтобы они стали моими священниками. А сынам Израилям скажи, этот состав будет у вас священным маслом, помазание из рода в род. Им нельзя вам ощущать посторонних. Не делайте для себя подобного состава. Это святыня, пусть он будет для вас святыней. Всякий, кто сделает для себя подобный состав, или умастит им посторонним, будет истреблен и отторгнут от народа своего. Важное разделение. Вот есть обычные простые предметы, ну, как и у нас сегодня. Вот есть, например, чашка, а есть потир в церкви. Ни в коем случае нельзя из чашки в церкви причащать людей, из потира чай пить вечером. Мы разделяем священное и несвященное. Здесь то же самое, включая какие-то отдельные вещества и действия. Господь велел Моисея, возьми душистые вещества. Дальше список веществ, которых мы сегодня не понимаем, ну, тоже, видимо, какие-то или отчасти понимаем смолы и ароматические составы, сделанные из экзотических южных растений, деревьев. Возьми душистые вещества, натав, шехелета, голбан, пополам с чистым ладаном и сделай из них благовоние для воскурения, искусственно приготовленный состав, с солью приправленной, чистой и священной. Вот, соответственно, собственно, то, что мы сегодня делаем, называем ладаном, это вот оно. «Мелкие столки эти благовония помести пред заветом, в шатре встречи, где я буду являться тебе. Эти благовония будут для вас святыней и святынь. Не делайте таких благовоний для себя, пусть они будут у вас святыней Господней. Всякий, кто сделает такие благовония, чтобы самому вдыхать их запах, будет истреблен и отторгнут от народа своего». Важнейший принцип. Все, что в скинии, все, что перед ней, все, что связано с служением Богу, резко отделяется от того, что частная жизнь, там, пожалуйста, хочешь себе сделать шашлык, сделай, хочешь себе какое-нибудь масло благовонное, сделай, но не так, как в святилище. Четко должно все различаться. Да, вот этот принцип, в общем-то, соблюдается так или иначе и во многих христианских традициях по супору. Субтитры создавал DimaTorzok